Доброе утро! Мы начинаем наш четвертый урок понедельной главы Торы Трума и начинаем разбирать минору. Минор это светильник, семисвечник. Написано, что Всевышний Скалмаше сделать минору из чистого золота, из кикара чистого золота. Со всеми ее принадлежностями минора должна была весить кикар. Семисвечник представлялся не просто какую-то ровную конструкцию. Там были и чашечки, и цветки, и шары. В общем, невероятное изделие и и наши мудрецы говорят, что вот размер ее был метр девяносто два или метр девяносто четыре сантиметра, четыре локтя. Вот посмотрите, вот как все представляют наши мудрецы минору. И вот мы видим ступенечки стоят, по которым должен был коин подниматься, чтобы зажигать минору. В общем, вот такая конструкция. Это не маленькое изделие. Но мы же знаем с вами, что такое чистое золото. Это довольно мягкий металл. Мы же знаем, что монеты в фильмах пробуют на зуб. В то время были монеты золотые, пробовали на зуб. Так вы можете себе представить, что если взять всего лишь максимальное, я читал, шестьдесят восемь и четыре десятых килограмма, это кекар, золото. И сделать такое большое изделие. Можете себе представить, как же оно будет держаться. Но жемякое под своим весом упадет. Мало того, что на нем расставляются светильники, в светильнике наливается масло, светильями там все. И это какой-то вес имеет. Как же оно может держаться? Если бы мы взяли, написано просто из золота, но чистое золото. Пишется, что когда строили храм, тысячу раз переплавляли золото, чтобы получить чистое, чтобы все примеси убрать. То есть, она держалась как ни на чем. То есть, как чудо какое-то. То есть, если... Маше пытался ее сделать. Всевышний показал изображение миноры четко, показал ему черным огнем по белому огню, показал, он видел все, весь чертеж. И Маше говорит, я все равно не могу такое изделие сделать. Это невозможно. Как может это сделать? Мало того, что написано, будут три черненые чашечки, шары, цветок. То есть, какое-то изменение цвета. Если это золото чистое, нельзя покрасить его ничем, нельзя ничего добавить в него этот металл. Как же можно получить такой цвет, Маше? Не можно это сделать. Всевышний говорит, брось золото в огонь, стукни по нему молотком. Маше так и сделал, и... Всевышний сам сделал минору. Вот такое было чудо. Наши мудрецы по-разному представляют себе минору. Одни говорят, что ветви были ровные. Другие, получается, что они такие с уклоном, под углом они были сделаны. Полукруглые такие. В общем, по-разному представляют. Даже основание. Одни считают, что оно было треугольным, другие круглым. И другие варианты есть. В живой Торе расписаны миноры. И интересно, что светильники должны светить к центральному стеблю миноры. Не отходить от нее как-то, чтобы светить во всем храме. А отходить так, чтобы сходились к центральному стеблю. Склонены были. Для чего это делается? Всевышний хочет показать, что он не нуждается в свете миноры. Она для другого служит. Она служит как бы глазами Всевышнего. Так расписано в комментариях наших. Что интересного? Минора светит. С вечера до утра. Перед тем, как зажечь светильник, коин воскурит воскурение благовоний. Потом зажигает светильник. И до утра он горит. Хорошо ночью он светит. Получается, минора отделена от святая святых завесой. Получается, в комнате, где находится Ковчег Завета темно, как-то нелогично. И, допустим, если его представить как светильник, то в храме окон нет. Получается, днем темно. Но свет миноры не является тем светом, который нужен Всевышнему именно как освещение. Вот так. Наши мудрецы пишут, что второй правый светильник горел постоянно. Его не тушили. Есть мнение, так написано в книге Мишны Тора, что сама минора была изготовлена из одного кикара золота. Но вот эти щипцы и разные совки, которые предназначались для ее очищения и другого. В общем, они были отдельно сделаны из золота. Кикар пошел только на саму минору в основном. И на светильники видно, которые на ней расставляют. Интересно то, что масло, которое заливали в минору, было особой чистоты. И из олив, которые находятся выше всех олив на дереве, они самые близкие к солнцу. Они первое созревают и первые капли отжима шли на минору. Основное масло можно использовать на приношения, на хлебные приношения. Вот для этого это все годится. Но именно для миноры самое чистое масло оливковое. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова Нахум, дядя Владимир Бен Григорий, Лев Бен Шмуэль, Хаямалка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Фамити Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель. Из-за здоровья Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Двойра Бат Мира, Ирина Бат Двойра, Евгений Бен Софья, Моисей Бен Ева, Инесса Бат Моэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита. Из-за хорошей же духа и всего самого наилучшего, Арона Ребен Двойра и Денис Бен Нахум. Записывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мы должны Тор как можно больше распространить в мире. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.